МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководитель поискового центра «Подвиг». Сереж, добрый день. Добрый день. И Владимир Владимирович Потапчик, ведущий специалист-эксперт отдела морально-психологической подготовки и управления по работе с личным составом УМВД России Петверской области. Володь, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые друзья, с наступающим вас праздником. Сегодня будем говорить, естественно, о победе нашего народа над немецко-фашистской Германией, о том, как в этих непростых условиях мы вынуждены встречать этот великий праздник, этот юбилейный год. Давайте, наверное, начнем, как... Сереж, наверное, давай с тебя, давно-то, наверное, друг друга на ты, относительно того, что с вахтой памяти в этом году. Ну, в этом году в связи с обстановкой эпидемии коронавируса вышел запрет губернатора с 17 апреля о запрете поисковых работ. А вообще, когда начинается вахта памяти, как вот по предыдущим годам? Практически она у нас не заканчивается, круглый год. То есть зимой это идет работа в архивах, да? Поисковая работа в документах, а потом поисковая работа на земле. Обычно, да, но этот год нас зимой порадовал, зимой практически не было, из-за чего и архив, и поисковая работа проводились совместно, потому что земля была не замерзшая. И в этом случае нам помогло с этими запретами. Мы все-таки успели большую долю работы провести до запрета. Ну, как известно, поисковые у нас не очень-то боятся вот этих коронавирусов, всего, что запрещено, так как, ну, в лесу откуда ему там взяться? Там только медведи, кабаны и поисковики. А поисковики народ такой, что они не ездят отдыхать по заграницам, из-за чего? Ну, все равно с присутствием всяких предосторожностей, но мы все равно работали. Сейчас пока вынуждены проводить или же единичные разведки, пока идут запреты, и ждем отмены запрета поисковых работ, чтобы массово все-таки выехать в лес. И открыть торжественно, да? Да, ну, естественно, торжественно открыть уже не получится, потому что это большое слишком число народа будет. Но мы уже порешили между отрядами, что будем делать открытие прямо в лесных поисковых лагерях уже, ну, как местные. Сережа, сколько отрядов, вот такой вот порядок? У меня в организации 40 отрядов, это около 800 человек по Тверской области. 800 человек. Да. Основные районы поисков? Практически все боевые районы и плюс тыловые районы у нас, это Удомля, Балагоя, Бежицк идет, и Ромешковский район. Это тут, ну, как бы они и тыловые, но в то же время это районы, где формировались воинские части, стояли госпиталя. Мы их приписываем только к боевым районам нашим. Михаил Викторович, с каким настроением вы подошли к этому юбилейному году, Дню Победы 75-летию? По-вашему, основа какая и о чем сегодня вот нужно говорить? О чем я бы говорил? Ну, во-первых, я пришел в боевом настроении, в боевом настроении. И для радиослушателей говорим, в боевых наградах, орденах. Значит, заканчиваю работу над книгой, называется «Операция Марс. Блестящее выполнение задачи советскими полководцами». На титульном обложке книги будет написано «Русский полковник Хетчиков против американского полковника Дэвида Гланца». У меня есть все основания утверждать, что все, что там Гланц написал, это фантазия. Военно-историческое, так сказать, вот вранье. Где все, что касается советских солдат, все это бездарное и не умеющие воевать, принципы трусливые и так далее. Все плохое. Ну, а от врага что еще ожидать? Да, идеологически. Я понимаю, конечно, все это дело. Поэтому заканчиваю, и задача моя в этом году – выпустить эту книгу, отправить Гланцу для ознакомления. Это первое. Чтобы порадовался. Чтобы он порадовался вместе со мной. А второе, что я бы хотел. Вот мы много говорим о патриотизме, о патриотическом воспитании и так далее, и так далее. Вот, что бы мне хотелось вспомнить слова Стефана Цвейга. О чем? И что историческое деяние можно сейчас считать свершившимся не тогда, когда оно состоялось, а только лишь после того, как оно станет достоянием потомков. Вот глубокая мысль, написанная давно, но она очень верная. Вот, смотрите, Великая Отечественная война закончилась в 1945 году. 75 лет празднуем Победы, Великой Победы. А война-то продолжается Великой Отечественной. Понимаете? Враги-то не установились. Англичане, как наши, были врагами, вечными врагами, так и остаются. То есть, против царской России они были против, против советской России они были против. И сейчас они ведут подрывную работу по развалу нашей страны. Конечно, продолжение, если нет боев реальных, то идет информационная война. Такая, это гибридная, хоть ее и назвали гибридная, но они там пробуют, там пробуют. Экономическая составляющая войны есть, политическая есть, идеологическая есть. Ну, все есть. Понимаете? Поэтому вот это меня беспокоит. И в связи с этим у меня есть претензии к телевидению, тверскому телевидению. Как бы оно ни называлось, ВГСРК или там и по-другому. Почему? Вот все передачи на военную тематику, они фрагментарные. Они правильные, хорошие. Ну, допустим, по-медному там разбирали и прочее. Все это хорошо, все это надо. Но это фрагмент. Нет целостного представления картины, что наша область, Калининская область, это героическая область. Здесь было проведено столько много операций различных, стратегических, фронтовых, армейских, которым можно гордиться. А у нас вместо этого сформировали ложное представление Оржевской битве. И я все удивляюсь, вот смотрите, за поселок Оленино, он был районным центром и остался районным центром. В 41-м году только там Оленинский укрепрайон отличился, остановил немцев. Одна дивизия, 119-я, остановила три немецкие дивизии. Оленинский укрепрайон. Никто о нем ничего не пишет, никто не хочет ничего говорить. Дальше, 42-й год, операция «Марс», чтобы взять Оленина, было запланировано, фронтом Пуркаева, три армии, 22-я, 39-я и 30-я армии, три армии, чтобы взять Оленина, минуя Оржев. А у нас все время пишут про Оржев, про Оржев. Идет операция 31-й армии за Зубцов, пишет бои за Оржев. Идет Погорелое городище, бывший районный центр, опять за Оржев. Ну, где они? Самое героическое, что там было, это Оленина и Сычевка. Но Сычевка не наша область, а Оленин там наша область. Но давайте мы подробнее об этом поговорим во второй части. Потому что сейчас нашему третьему гостю дадим два слова. Володь, я знаю, что в канун Победы вышла твоя очередная книга, которую ты, что называешь, изологический наставник этой книги. И готовится книга именно о роли сотрудников Тверской милиции в Победе. Да, я хочу поздравить всех ветеранов с 75-летием Великой Победы, которая для каждого из нас, это фактически часть нашей жизни. Что там говорить, потому что у каждого в семье кто-то прошел это. И вот буквально вчера мы презентовали новую книгу, вот такую... Да, называется «Милиция Тверской губернии». «Милиция Тверской губернии. Становление». Это вторая часть цикла органов правопорядка Тверского края, которая рассказывает о периоде с 1917 по 1930 год. То есть о становлении как милиции непосредственно, так и всего нашего советского государства. Сейчас готова практически к изданию третья книга, которая будет рассказывать о периоде с 1930 по 1945 год. То есть то, что происходило вот в эти смутные 30-е годы, как раз это медное и так далее. И вот большая-большая часть книги посвящена как раз периоду Великой Отечественной войны, в которой органы внутренних дел принимали самое непосредственное участие. Володь, я предлагаю буквально через несколько минут вернуться к этому разговору, уже подробнее рассказать, да? И надеюсь, что вот как раз и Михаил Дмитриевич рассказывал, что скоро увидят цвет его книгу, надеюсь, здесь презентуем, возможно. Сейчас прервемся на небольшую рекламу, буквально несколько минут, и мы вновь в этой студии не переключайтесь. Мы вновь в эфире в программе «Тема дня». Уважаемые друзья, сегодня говорим о 75-й годовщине Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Вот сейчас пока была реклама, мы с моими гостями очень усиленно обсуждали, да, относительно исторических фактов и почему именно перекос, допустим, нашей Тверской губернии, Верхневожье, у нас существует какой-то перекос, да? Вот была вот одна ржевская битва, во всяком случае, жители других регионов знают о нас, что это Ржев, да, о том, какие бои были в других районах нашей области, мало кто и знает, а ведь насколько были они значимы, да, с кого начнем? Ну, позвольте, два слова буквально, ведь во времена войны, до 44-го года, до июля месяца, наша область была не такая, она была гораздо больше. И знамя Победы, оно же Идрицкой дивизии, А Идрица, это была Калининская область, это наше знамя Победы, фактически, тогда. Ведь Идрица ушла от нас только после 44-го года. Идрица, по-моему, там и партизаны, да, там было большое партизанское движение. Конечно, огромное партизанское движение, огромное количество битв, всевозможных операций там проводилось. Это же, там же был рубеж, очень мощный немецкий, который мы взяли, фактически, благодаря нашим, там первый прибалтийский, второй прибалтийский фронт пробивали эти рубежи. И вот, что касается милиции, вот я опять о своем. Ну, о чем же еще, конечно. Тут могу сказать, смотрите, с первых дней войны более 1200 сотрудников милиции сразу были призваны, либо ушли добровольцами на фронт. Заменили их кто? Женщины, инвалиды, старики. Более 500 человек сотрудников участвуют, участники партизанских отрядов. А учитывая, что фашисты шли очень быстро, многие райотделы просто не успели эвакуироваться. Поэтому ушли в леса, партизанили. Это что касается боевых действий. Но и здесь, на территории, в тылу, тоже спокойно же не было. Я вот буквально несколько цифр приведу. Вот я говорил, что их заменили женщины, старики, инвалиды. И вот посмотрите, в 42-м году, у нас 22-го июня, ровно через год после начала войны, у нас открывается отдел по борьбе с бандитизмом. Вот 42-й год, за 42-й год, ликвидировано 63 группы с общим количеством участников 274 человек. Это бандитские группы? Бандиты. Это бандиты, которые здесь, в тылу. Вот там фашисты, а здесь точно такие же фашисты, но свои. Это с учетом того, как был разрушен Калинин, когда его освободили 16 декабря. И рисунки мы привозили, когда я делала фильм об освобождении Калинина. Это же камня на камне, можно сказать, не осталось. И смотрите, то есть 63 группы полностью ликвидировано, 11 частично ликвидировано. Оружие собрано огромное количество, ну пулеметов только 197, я уж не буду говорить обо всех. Значит, в 43-м году уголовным розыском было расследовано 8500 дел уголовных. Это вот здесь, в 43-й год идет битва у нас на Ржевско-Вяземском рубеже. У нас здесь фашисты стреляют, убивают. У нас кругом война идет. А здесь сидят уголовники, бандиты, дезертиры, которые сколачиваются. И против них выходят вот эти самые вот инвалиды. Кто остался? Они с ними борются, они стараются. Фактически та же война идет и в тулу. Вот здесь у нас, на нашей территории. Часто говорят о том, что заводы, фабрики, все для победы, это понятно. Но когда мы говорим о сотрудниках милиции, то у них работа была просто адская. И представьте себе, когда женщина идет брать бандгруппу. Это вот, вы знаете, рассказываешь, у меня такое ощущение, я часто думаю над этим, что вот такая беда, она должна сплотить. Она должна сплотить. И, допустим, те же самые уголовники, ну это же тоже люди, да? Они должны каким-то образом присоединиться к борьбе против фашизма. А получается все по-другому. Получилось-то как? Получилось, что как-то с началом войны, многим тем, кто получил наказание, сроки, им предложили защищать родину. Штравбаты. Не только штравбаты, можно было бы даже просто пойти добровольцам на фронт. Разрешалось. Большинство действительно пошли воевать за родину. Большинство. Но была часть тех, кто вот доехали на теплушках до фронта, выскочили с оружием и в лес. Это как в любое время, наверное, люди, вернее, человеческие особи, в ком не осталось ничего человеческого. Да, в котором не было ничего человеческого. Это всегда найдется такое, такие вот, я не боюсь, влюбки. Кто-то из них подался в полицаи, кто-то пошел фашистам помогать, а кто-то просто банду сколотил, прятался по освобожденным территориям там, где землянки, окопы, оружие немерено. И идет в поселок, начинает грабить вот тех, кого уже ограбили. У них уже и так ничего не осталось, они последнее вытаскивали. Вот что творилось. Михаил Дмитриевич, вот на ваш взгляд, вот изучая военную историю, вы говорили, что наша область поистине героическая. Дух местного населения, дух партизанских отрядов, дух армии, каков был и о чем основном мы можем сейчас поведать потомкам про нашу героическую Калининскую тогда область. Значит, несколько направлений, по которым мы должны работать, в том числе вместе с телевидением. Ну, то есть было сказано, что тут ничего не написано. Это не совсем так. Много чего написано, у меня много книг, издано за свой счет. Местная власть никак не хочет поддерживать издание тех книг, которые говорят. Во-первых, 41-й год. За 6 месяцев было проведено 12 оборонительных операций и очень успешных. Оборонительных и контрнаступных. Книжка издана, 100 экземпляров я больше не могу потащить. Все, пошел к губернатору. Нет, нам это не требуется. Нет Калининской области больше. Есть Тверская. Пишите про Тверскую область. Поэтому, уважаемые друзья, на открытом уроке в какой-то из школ, когда обсуждали очередной день освобождения города Калинина, вопрос от школьников был один. А что это такое за город Калинин? У нас. Вот мы и мы доработались, дожили. Это говорит о том, что есть. Теперь смотрите, что сюда входит, какие грани мы в наших книжках, я же возглавляю, общественные организации, называется военно-исторический центр. Туда входят кандидаты, доктора наук, которые изучают разные стороны. Война затронула все стороны жизни, в том числе и культуру, в том числе и то, что говорили госпитали на нашей территории. Я вот записал, что, допустим, у дом Балагоя, так там же бомбили эшелоны. Там в эшелонах сколько людей погибло, когда шли и ехали только на фронт. Некоторые на фронт не дали. Об этом все надо рассказывать, об этом надо писать. Но мы уже, как вы правильно сказали, что у нас, говорят, Ржев, Ржевская битва, ничего больше другого. Президент Казахстана нынешний говорит, у меня дядя или отец у него побит под Ржевом. Его отец погиб под Калининым, потому что он воевал в сотой чисто казахстанской бригаде. Под Олениным воевала сотая и сто первая, чисто казахстанская. И там один из казахов получил Героя Советского Союза. Насколько она героически там воевала. А после того, как они Оленина не смогли взять, и эту бригаду, сто ту и сто первую, бросили под Великие Луки. И они там поставили последнюю точку. Блестящий результат. У нас все замалчивают. Потому что это уже теперь не наше. Потому что это не наше губерния. Да. Но это была наша область. Но в то же время и не Калининская область, уважаемые друзья. Мы же не можем сейчас, вот то, что предлагает наше военно-историческое общество, возглавляемое Голубем ГРД. Давайте про Калинин не вспоминаем. Про Тверскую область будем. А как мы будем определять, сколько партизанских отрядов было в Калинине и формировано в Тверской области? Границы-то изменились? Никак. Было-то 69 районов, а сейчас-то их 36. 36. То есть, как будем считать? Опочковский район, Пушкиногорский район, Великолугский район. Это все Калининская область была. Да, я просто смотрю, уважаемые друзья, по партизанам тоже. Где только не формировались, а теперь таких районов Синежский район. Так формировали-то. Именно, это же была наша область. Формировала-то у НКВД эти партизанские отряды. Как раз у НКВД и с полком коммунистической партии. Вот они совместно ставили там в обязательном порядке, в каждом партизанском отряде должен был быть сотрудник у НКВД. И формировались они и в Идрице, и в Опочке, и в Великих Луках. И все это Калининские отсюда. Из Калинина. Это вот как Михаил Анатольевич сказал, давайте не будем вспоминать Калининскую область. Давайте не будем вспоминать о роли коммунистов, о роли Сталина. Давайте мы не будем говорить. Это наша история. Давайте мы забудем. Мы прожили это. И слава Богу, все с чистого листа. Ну, как у нас часто бывает. Нет, а я предлагаю все-таки формировать целостное представление о том, какой была наша область во время войны. Калининская область. Что было героического там? Я же сказал, что 12 операций, и все были успешные. Дальше. 42-й год. Очень успешные операции, но их представляют как провальные. Особенно операцию Марс их начинает клевать Жукова. А на самом деле, без этой операции никакого Сталинграда не было бы. Потому как сюда такие условия были, что трудно даже на сегодня представить. Потому как, если под Сталинград в основном направляли профессионально подготовленные, то вот танкисты здесь, здесь танков было много, самолетов было много. А уровень, профессиональный уровень механиков-водителей, они 6 часов имели полигонной практики езды на танке, не воевать. А во время боя надо же уметь маневрировать и прочее. Поэтому потери танков наши были очень существенны. Ну и много вещей. Поэтому я задал то, что было сейчас сформировать целостное представление. Первый, 41-й год. Оборонительный период. Освободительный период. 42-й, 43-й год. И тогда бы не получалось, что немцы сами ушли. Ничего подобного. Именно в 42-м году операция Марс настолько уничтожила 9-ю полевую армию модуля, что он поехал в Гитлеру, и там они вместе с фон Боком доказывали, что нельзя оставлять больше армии, получается, 2-й Сталинград. К чему они и побежали. Иначе, если бы они чуть-чуть замешкались на полмесяца, здесь бы был 2-й Сталинград. Но они убежали. Теперь вот это относится как полководческое искусство, а наши вроде бы не умели воевать. Поэтому идет борьба нашего центра со всеми фальсификаторами, которые идут по пути Дэвида Гланца. И она будет продолжаться. Я бы очень хотел, чтобы все патриотически настроенные силы объединились и создавали совместный труд, в котором бы и гражданское население. Ну, 8 миллиардов рублей собрали жители, нищие, голодающие жители Калининской области на строительство танков и самолетов. 8 миллиардов? 8 миллиардов. Только сотрудники милиции 260 тысяч собрали на строительство танковой колонны, калининские чеки. Вот, это же трудно поверить. Или я сегодня задавал представителям ВГТРК вопрос. Вот если завтра война, как Проханов пишет в своей газете, то будут ли вот такие колонны в военкомат стоять, как они были в 45-м году? Ой, я об этом очень часто думаю. Да, часто мы думаем. И боимся себе сказать, что за какую идею они будут воевать. Ведь идея главная двигала. Правильно? То есть, у нас сейчас пока нет государственной идеи. У нас говорили, что патриотизм это государственная идея. Я вижу, что тут две идеи. Одна православие, а другая на словах патриотизм. Но чтобы патриотизм реально развивался, нужно совершенно другие методы работы. Чтобы те, кто говорят о патриотизме, понимали. Потому что на вопрос о том, скажи, пожалуйста, о каком патриотизме ты говоришь? И что такое воспитание? Сначала мы воспитываем патриотов. Спрашиваю. Скажите, пожалуйста, что такое воспитание? Все. А как же ты можешь воспитывать патриотизм как частный случай? Воспитание это общее понятие, категория. А частный случай патриотическое воспитание? Военно-патриотическое или профессионально-патриотическое? Так я должен быть патриотом своей Калининской, Тверской земли. Я должен рассказывать все, что тут было. Повествовать. А власть меня должна поддерживать, а не наоборот отторгать. Вот пока этого не будет связи власти с обществом, ничего хорошего, кроме разговоров, я не вижу. Кстати, воспитание. Сереж, у вас же много молодежи. Это вот реально люди выходят, люди видят, где это происходило на этой земле, политой кровью. И ведь вы же рассказываете что-то, как это было реально на документах. Вы поднимаете документы, не какие-то там книжки, которые непонятно кто писал. У нас часто такое бывает. Он войны-то не видел, не слышал, что это такое. И за пределами России находится. А он пишет. Сереж, как у вас-то? Ну как? Мне кажется, так же, как и везде. Вот мы ходим, скажем, очень много... Сейчас опять пока запреты, у нас затишь. А так мы очень много посещаем школы, проводим так называемые уроки мужества. Рассказываем школьникам о патриотизме именно на основе Великой Отечественной войны. Интерес есть, Сереж? Вот я про что и хочу сказать. Вот если, скажем, населяб в классе человек 30-40. Вот на них просто смотришь, ты им говоришь, смотришь на них. Ну может быть, из 30 человек 10, которые тебя слушают. Вот остальным это, ну как бы, все равно. Ну что-то говорит, ну и пусть говорит. Но когда вот молодежь привлекаем к поисковой работе... Когда на место выезжаете? Да, мы их вывозим на место. Сначала для них это просто, ну как, радость в том, что в лес вывозят на пикник. Как привыкли, да? Да, приезжают, когда в лагерь, поглядят, что это такое, пообщаются уже со взрослыми, посидят возле костра со всеми. А там все разговоры уже, ну в лесу как бы мы забываем об этой гражданской жизни на земле. Там мы уже находимся практически во фронтовой зоне. И вот они глядят, слушают на нас, о чем мы говорим, слушают песни, которые мы поем. Для них сначала это вроде как бы дико становится, что какая же песня, такие по телевизору, они их не слышат, по радио тоже. Да, сейчас по телевизору ты не услышишь вообще в эфире даже радиостанции. Обстановка такая, вроде как и на войне, кругом смотрят, где-то останки лежат уже сложенные, где-то остатки вооружения, что ржавые там, все. Приезжают саперы, уничтожают боеприпасы. И вот после этого у этих детишек на самом деле начинается уже какое-то внутреннее воспитание. Они после этого уже сами говорят, а нас еще раз в лес возьмут. Их начинают спрашивать, а что вам здесь понравилось? Все понравилось. Только еще раз возьмите в лес. И вот они уже после приходят в свои классы, начинают рассказывать, что они видели в лесу, как они работали. И после этого начинает уже идти большая заинтересованность этой же молодежи, чем после простых проведения уроков мужества. Уроки мужества, да, к сожалению, это тоже все в чем-то заформализовалось, да, скажем так. А может быть, раньше приходили ветераны, те, кто реально воевал, теперь они уже не могут прийти в основном, да. Это уже совсем люди почтенного возраста, и ходить-то им сложно, да. И вот, наверное, вот из этих ребят, вот то, что Михаил Дмитриевич сказал, будут ли очереди в военкоматы, наверное, вот эти ребята, которые вот увидели, побывали на земле боев, они-то пойдут. И могу еще сказать, вот те же, та же самая молодежь, у нас же, ну, практически, ну, не могу сказать, в процентном основании, но очень многие ребята, которые прошли горячие точки, начиная с Афганистана и по сегодняшний день. И вот они слушают рассказы, эти песни, все. И даже некоторые вот приезжают в поисковые отряды, они хотят стать поисковиками, но с ними поначалу разговариваешь, сейчас вот возраст, надо идти в армию. Не, я в армию не пойду, я не хочу. Через год они сами приходят ко мне в штаб и говорят, а нельзя, вот мы придумали, вот хотим в армию, но вот хотели бы попасть в какие-нибудь вот спецвойска, чтобы не просто где-то, говорит, лежать на кровати, а вот именно в какие-нибудь боевые спецвойска. И вот сколько раз уже было, я уже по договоренности, ну, так как мы сотрудничаем с воинскими частями, с разными гарнизонами, уже, как говорится, ну, как делал протеже своим поисковикам и в ВДВ, и в спецслужбы, в морскую пехоту. И вот они с удовольствием отслушат, приходят сюда и говорят, знаете, она вообще-то понравилась. И они начинают сами уже воспитывать своих же дальше. А так вот цепочечка идет, это вот, да, о чем мы говорили, пока не передано подрастающему поколению. Смотри, что мы будем передавать, Володь, у тебя же тоже дети-то в музей. Так вот, я хотел как раз продолжить цепочку. Вот это полевые условия, это вот книги встречи с учащимися. А у меня музей, куда приходят ко мне учащиеся. Не я к ним хожу, они ко мне ходят. Но ты музей-то ведь не потащишь с собой, экспонат. Да, большой, большой, огромный исторический музей органов внутренних дел нашей области, где отражены фактически все этапы становления органов внутренних дел, начиная с 1718 года, то есть от Петра I, и заканчивая сегодняшними днями. И там представлена, безусловно, и гражданская война, которая необходима, чтобы они хоть что-то понимали, почему происходит такое недопонимание друг друга между людьми. Это и Великая Отечественная война, большой блок, очень большая часть этому посвящена. Это и Афганистан, это и Чеченская компания, это и Чернобыль. То есть там, где они должны понимать. Ну, к сожалению, вот то, о чем мы говорили, когда начинаешь рассказывать по истории, они понятия не имеют, кто такой дедушка Калинин. Конечно, к сожалению, путаются вообще, что в Калининской области, Тверской области, в чем разница. Но, когда начинаешь с ними говорить, вот там я пожаловаться не могу на невнимание. Это редкий случай, когда у меня там кто-то занят чем-то другим, как правило, они меня там, ну там обстановка, конечно, располагает обстановка, они слушают внимательно, и я стараюсь донести до них максимум того, что они должны знать, как минимум должны знать. И начинаю с того, что начинаю спрашивать их вообще, а что они знают о своих родных и близких, которые прошли войну. Вот с этого надо начинать. Сначала надо, чтобы они вспомнили о своих бабушках-дедушках. И когда он начинает вспоминать о том, что у него дед воевал, и начинает расспрашивать о том, а где он воевал, как воевал, чем награжден был. Вот тут у них начинает где-то что-то загораться, они начинают понимать, что эта Великая война, она прошла через всех. И тут он начинает уже задумываться, начинает интересоваться, и его начинает уже, как раз вот это и есть патриотическое воспитание, начинать надо именно с семьи. Вот семьи, Володь, я только хотела сказать, кто виноват в том, что дети сегодняшние школьники не знают, что у нас был Калинин, что Тверь раньше назывался городом Калинином, да? А Тверь прошел через этот период, и что именно Калининская область приняла на себя удар против Калининска, а не Тверская область, да? Это же прежде всего, наверное, и семья. Либо в школах водить какие-то факультативы, если уже на уроках истории об этом не говорят. Сколько бы посторонний человек не рассказывал, это все равно будет восприниматься как кино. То есть ты посмотрел кино и забыл. Другое дело, когда ты пришел, и тебе папа, мама, дедушка начинают рассказывать, а ты знаешь, что со мной было? И начинают рассказывать о том, что с ними реально происходило в их семье, как маленькую там бабушку или маму там увозили в эвакуацию, как они там, значит, недоедали, как в это время папа там в боях участвовал где-то на Калининском фронте. И вот это все надо рассказывать в семье. Надо начинать с этого. Вот знаешь, Володя, ты расскажешь, я вспомнила, мы к этому 9 мая подарок подготовили нашим телезрителям. 9 мая выходит фильм «Сестры». Я делала 4 года назад, ездила в Кашин, Инна Константинова. К сожалению, у нас тоже уже не все знают, что у нас была такая уроженка нашего Верхневожия, партизанка, которая подвиг совершила ценой своей жизни, спасла жизни других десятков человек. И вот я встречалась с ее родной сестрой, и вот именно «Сестры» называется фильм, рассказ живой оставшейся сестры о том, как их воспитывали через призму родителей, через призму семьи, как эта девочка, которая посещала все спектакли, которая великолепно знала Третьяковскую галерею, которую невозможно, говорит, Инну представить с автоматом, это невозможно. И как она в результате пришла вот к этому подвигу. Но там была вот именно такая цепочка, которая передавалась от отца, деду, детям и внукам. У нас сейчас такое, не знаю, наверное, не принято. Но, к сожалению, 90-е годы свое дело сделали, и вот то поколение родителей, которое сегодня у нас присутствует, к сожалению, по большей части это поколение потребителей. Их волнует не то, что там происходит вокруг. Ведь если вспомним советское воспитание, это значит, что общественное прежде всего... Нет, сегодня не личное, главное, а будни рабочего дня. Раньше думали о родине, а потом о себе. Да, и это было призвано, это в нас убивали в голову, и мы на этом росли. Это было для нас аксиомой, что сначала подумай о других, потом о себе. Сегодня у нас обратный процесс. Сначала думай о себе любимом, сначала, чтобы у тебя все было хорошо, а потом, может быть, ты можешь кому-то еще там с барского плеча что-то и помочь где-то. И почему вот сейчас меня радует, когда у нас возрождается и общественные движения всевозможные, вот патриотические клубы, когда у нас эти помощи происходят, вот эти сейчас как волонтерское движение начинается, наконец-то, слава богу, хоть кто-то, хоть где-то начал что-то шевелиться. А вообще, по большому счету, это должно быть и дома, и в школе, и на работе, везде, везде должны понимать. Обратите внимание, ведь даже те, кто равняется на ту же Великобританию, на тот же Соединенные Штаты Америки, у них патриотическое воспитание на первом месте. Ты же американец, это же Америка, это же великая страна. Они со слезами на глазах поднимают утром флаг Штата и флаг Америка, потом-то с такими же слезами на глазах опускают флаг, когда день заканчивается. Так вот это должно быть и у нас то же самое. То есть мы должны считать себя, что мы русские. А у нас история не как Соединенных Штатов 300 лет. У нас несколько тысячелетий. Не тысяча лет от крещения Владимиром, а несколько тысячелетий. Если мы вспомним, чем подписывалась та же Екатерина, там было уже 6 тысяч какой-то там год от сотворения мира. И все это Россия была. Вот, уважаемые друзья, говорили о национальной идее. Уже сколько лет говорите, да? У нас президент говорит, надо о национальной идее. А вот у нас есть, что нас объединяет. Хотя бы великая победа, она же объединяет всех. Она же победа, война не знала национальностей. Как не знала возрастов государства и прочего. Вернее, то, что сейчас потом разделился Советский Союз, да? На несколько княжеств, что называется, да? Все были вместе. И ты не смотришь, что там армянин ты, грузин ты, еврей ты. Да нет, ну, я вспоминаю свое отделение, в котором учился, в училище, да? Семь человек и все разных национальностей. И все мы были вот такие дружные. И до сих пор поддерживаем связи. Кто, кто живой, поддерживаем связи. Все. У нас не было противостояния, что вот этот еврей, его создавая грузин. Я родился в Таджикистане, у меня в классе 28 человек, практически не повторяющихся национальностей. Все разные. Все. Там и осетины, и узбеки, и таджики, и грузины, и евреи. Все были. Немцы были у нас, татары были у нас. Все в классе. В армию пришел, у меня армия. Грузины, кахетинцы, украинцы, белорусы, молдаване, латыши. Все были. Ну и как мы возвращаться к этому единению какому-то надо? А вы обратите внимание, они же все сюда тянутся. Все равно, все эти 15 республик, они все приезжают к нам. Ну, возьмите гастарбайтеров. Ну, они все с нами живут здесь. Они хотят жить здесь. Они хотят жить здесь, только смотрим мы на них зачастую. Как на людей в чем-то. Не то, что второго сорта, а как на жителей инопланетной, иной планеты. Значит, а я хочу сказать вот о чем. Конечно, это хорошо в масштабе всей России. А давайте мы попробуем в масштабе нашей области, области объединить поисковиков, чтобы они рассказывали об истории, что-то не то, что знает командир поискового отряда. Иногда командиры тоже не совсем много знают, правильно? Мы с Титковым друг друга знаем, мы постоянно связаны. Не надо что-то. Я звоню, Сереж, помоги мне вот это. Он помогает иначе. А вот такой связи нет в едином ключе работать. Понимаете? Нет такого. Теперь, когда мы говорили о патриотическом воспитании, семья, да? Но учитывая, что вы сказали, что семья-то потребительская в основном сейчас, тогда надо просто в школах и советы ветеранов районные, городские и так далее, методы воспитания менять, методы, так, чтобы я пришел, было интересно. Вот, а вы сказали, что вот сейчас ветераны, мало их осталось. Да, они приходят и рассказывают нечто такое, что, конечно, слушать скучно, а нужно живое. Я недавно подарил книжку «Город фронт, город воинской славы» про Калинин. Вот, женщина там говорит, у меня внук, он любит такие книжки. Я говорю, хорошо. Да, она сразу принесла, говорит, ой, картинок нет. Все, книжки не делали. Я как вот для от года до двух обязательств, чтобы картинки были. Нет, я-то писал на своем, на докторском уровне. Оказывается, мне надо переписать эту книжку, чтобы это на мальчишке было понятно и интересно. Потому что пишу по танковый бой 8-й танковой бригады Ротмистрова с 1-й танковой дивизии. Написал, все вроде хорошо, мы выиграли, а нет ни одного танка, наши, танк КВ, нет. Танк Т-34, нет. Отсюда, ну, чего интересного, вставь туда. Будет совершенно другое. То есть, методы надо, и чтобы занимались профессиональные люди, знали, что такое профессиональное воспитание вообще, и что такое воспитание военно-патриотическое воспитание, знали. И чтобы сами в казарме знали, что такое пота, пота солдатские. Так самое интересное, что все это есть, все это наработано. Возьмите советские методички. Просто советские методички. Ну, подкорректируйте их под сегодняшний день, и вы получите, как надо воспитывать подрастающее поколение, чтобы они любили Родину. Хотя от слова методички уже что-то такое, вот каким-то формализмом, да? Нет, вот это как раз к властям относятся, чтобы власти взяли и посмотрели, что же это такое в конце-то концов. Как это надо делать? Управление образования же у нас везде есть, и оно должно координировать. А у нас получается так, там, где есть человек-патриот, ну, я беру, допустим, Чаприяновскую школу, да, Елена Николаевна Андреева. Ну, коль она тащила туда, коль она сама патриот, то там с нуля начали. 25 лет тому назад не было ничего. Теперь школьный музей, фильмы выпускают, значит, ежедневно 8 декабря выходит к памятнику сибирякам, которые освобождали. Все работает, понимаете? Но мотивации нет. Я написал ходатайство, прошу присвоить, да, почетное звание гражданин Калининского района за такую работу титаническую. И что, в администрацию района посмотрели и говорят, нет, не можем, неправильно составлено. Значит, нам нужно, чтобы кто-то из наших депутатов написал вместо вас и ходил, я там, унижался. Так до сих пор ничего и не сделано. То есть, людей инициативных, творческих надо мотивировать. Их тоже нужно поддерживать. Все до определенного предела сил хватает. Да никому не надо, и мне не надо. Понимаете? А тех, которые идут до конца, таких не так много. А потом мы задаемся вопрос. Будут ли очереди, если что, в военкомат, который вы задали вначале? Да при таком отношении ждать, к сожалению, многого не приходится. Надо на самом деле всем, вот если бить кулаком, то кулак должен единый. Из общественных организаций, из власти наши отношения, да? И людей сюда подтягивать. Всегда кто-то есть, кто впереди. Ну, могу все-таки ложку меда в эту бочку делать, я все-таки хочу добавить. Потому что меня частенько удивляет молодежь, которая, вот нам казалось бы, да, вот они сидят, только о себе думают. И вдруг эти ребята совершают подвиги все-таки. Они и вытаскивают из рек детей, они и бросаются в огонь. Они все-таки делают, среди этих ребят современных, есть очень хорошие, их большинство, основная масса. И я думаю, что если нам понадобится защитить нашу родину, они все придут. Они будут, конечно, часть, которая там поедет на майбахах куда-нибудь там, где потише, да, где потише. А основная масса, она встанет за свой дворик, за свой любимый и скажет, да, я потребитель, но это мое, я эту родину. Это мое, в конце концов, такие корни, корни глубокие, их сразу не обрубить. Их не вырубить топором, мы потомки варягов, и нас просто так не возьмем. Нет, значит, тут даже, как бы, оппонировать-то нет смысла, потому что в любом обществе всегда были, есть и будут разные направленные люди. У одних сформировано сознание, что вот это мое отечество, да, а у других, как вот в 90-е годы я вспоминаю, показывает телевидение, центральное телевидение, показывает мальчик, улетает в Америку, и вот задают вопрос, ну почему? Ты же, тут твоя родина, родина там, где мне хорошо, ведь это же с центрального телевидения, ну естественно. Ну вот и мы воспитали поколение, вернее, снова воспитание сюда нехорошо идет. Все получится, если будет вместе власть и общество. Ну, мы можем, собственно говоря, посмотреть, в этом году, к сожалению, у нас карантин. Давайте вспомним прошлый год, бессмертный полк. Что там, старики одни шли? Нет, очень было, очень много молодежи. Молодежь с портретами, вот оно, воспитание. Значит, да, одна из форм воспитания. И это мощная, кстати, мощная форма воспитания. Бессмертный полк. Вот они, эти молодые ребята, которые чувствуют, которые хотят по-своему, их же никто не гнал, никто не заставлял приходить. Они сами взяли свои портреты и пошли. Значит, уже что-то есть, значит, уже не зря работаем. Уважаемые друзья, эфир подходит к концу. Поздравления с ветераном хотелось бы, чтобы от вас мало их очень осталось. И вот я от себя низкий поклон. Уважаемые ветераны, от всей души низкий вам поклон. Большая благодарность, безмерная благодарность вам за то, что вы позволили нам уже целых 75 лет жить мирно, радоваться, воспитывать детей. Развивать нашу страну. Где-то мы, может быть, не оправдали ваши надежды. Но будем надеяться, что все-таки мы будем достойны вас. Будем стараться. Присоединяйтесь, буквально несколько секунд. Ну, хочу сказать не только от себя, а от всех поисковиков Тверской области, что также с большим уважением поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной войны. А также, ну, нельзя забыть тружников тыла, которые ковали эту победу. Все вместе, конечно, ковали. Именно в тылу. Без них бы этой победы тоже не случилось. Поздравить всех с Великим Праздником, Днем Победы 9 мая. Пожелать крепкого здоровья. Потому что, ну, самое главное в нашей жизни – это здоровье, особенно для ветеранов. Потому что с каждым годом их становится все меньше и меньше. И чем больше у них здоровья, тем больше их останется с каждым годом. Ну, и пожелать счастья, ну, и всего самого хорошего, что бы они себе хотели сами пожелать. Михаил Дмитриевич, буквально несколько слов. От всей души поздравляю ветеранов и фронтовиков, и целовиков, и партизанов, и милиции. Всех, кто в то время, в тяжелое время принимал участие в противостоянии против фашизма. Во-первых, здоровье. Второе, веры в то, что наше государство вот в этих непростых ситуациях выстоит, и мы еще увидим Великую Россию. И очень надеюсь, что таких людей, таких счастливчиков будет больше. Всего вам самого доброго. Спасибо, дорогие друзья, за участие. У нас сейчас тоже своеобразная война. Мы победим, победа будет за нами, потому что у нас есть великий опыт великой победы. Спасибо и здоровья вам крепкого. Сейчас это очень важно. До свидания. До свидания.